Всем привет! Вы на канале вкусные истории и на этой неделе у меня будет обзор пиццерии Каруса. Это заведение работает уже очень давно, насколько я знаю. Знакомые, друзья, которых я когда-то спрашивал насчет вкусной пиццы в Кишиневе, большинство говорило, что пиццерия Каруса очень вкусная, она дорогая, но вкусная. Также в поисковиках, когда забиваешь вопрос вкусная пицца в Кишиневе, также есть эта пиццерия Каруса. Поэтому я решил сделать обзор, я заказал 5 разных пицц и в течение недели каждый день с промежутком на мои видеорецепты будет выходить обзор каждой пиццы. Цены в Каруса выше, чем средняя цена на пиццу в городе. Я заказал через их сайт, позвонил по телефону, мне обещали за полтора часа привезти, привезли за 50 минут. Пицца очень горячая, вы видели у себя на экранах температуру каждой пиццы, в районе 50 градусов, это отличная температура. Курьер мне вручил только 5 коробок и чек, салфеток никаких мне не дали. Коробки брендированные, коробки качественные, но коробки с внутренней стороны, где находится пицца, они покрыты пленкой и горячая пицца дает конденсат и тесто вымокает. Тесто уже мягкое, размокшее, это большой минус. Сегодня первый день, первый обзор, пицца называется Арталана. Это вегетарианская пицца, овощная, стоит она 110 лей и должна весить 540 грамм. Вы видите на своих экранах реальный вес, недовес получается в районе 50 грамм. Выглядит она не очень аппетитно, посмотрим поближе и попробуем. Тесто на ощупь мягенькое, по фактуре приятное. Но она совсем разваливается эта пицца, здесь все промокшее, видно блестит. Она достаточно тонкая, вижу грибы, сыр, баклажаны, кабачок, красный соус. Пробуем, выглядит совсем не аппетитно. Даже не знаю что и сказать, с одной стороны пицца неплохая по вкусу, но размокшее тесто в начале это ужасно. В остальном ингредиенты вкусные, соус вкусный, сыр вкусный. Но с доставкой им надо что-то решать. Я думаю, если эту пиццу заказать в самом заведении, и она будет не размокшая соответственно, она будет вкусная. Здесь портит все размокшее тесто. Насчет теста, само тесто вкусное. Вот эти бортики, которые остались не вымокшие. Видно, что оно созревало какое-то время. Это необычное какое-то дрожжевое тесто, но его испортили при доставке. Вот такой вот обзор сегодня. Первый день заведения Каруса. Пицца не дешевая, 110 лей, есть недовес примерно в 50 грамм. Я вам рассказал свое мнение в процессе обзора. Дальше решать вам, пока мне не нравится. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Пишите, что мне снимать, какие заведения. Заказывайте еду в проверенных местах. Пока-пока. Не пропускайте следующие обзоры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...